В качестве эксперта, хоть он очень и не любит это слово, мы пригласили совладельца компании Аграхим Сервис, Алтай Аграхим Сервис, Алексея Ильина, который тоже проехал с нами по полям И увидели, заинтересованно разговаривал, потому что у них есть собственные поля И это скорее обмен технологиями, обмен знаниями, обмен информацией Но с Алексеем хочется поговорить о его стезе, о том, насколько важна химия в процессе технологии наутил Использования, насколько важно понимать, что нужно растениям, чего они просят Насколько важно защищать растения у этой технологии Потому что, как я понимаю, эта технология все равно с гораздо большей биологической активностью связана Если мы сегодня говорим о технологии наутил, то здесь есть несколько особенностей В применении средств защиты растений Какие? Первое, это предпосевная обработка Что это такое? Если в классической технологии это механическая обработка различными механическими орудиями Что она дает? Это подрезание, значит, рехление поверхностного слоя И уничтожение вегетирующих сорняков То в технологии наутил мы этого делать не можем Как тогда контролировать сорняки? Что мы видим на поле, когда сошел снег и когда мы можем туда заехать? Мы видим зимующие сорняки Зимующие сорняки, в первую очередь, это семейство крестоцветных сурепицы, гулявники Значит, потом бурачниковые, это идут уже наней, липучки Потом идут ранние яровые сорняки, овсюк Осоты корневичные, корнеотпрысковые Это у нас представлены отставить пыреем ползучим И ранние яровые, это овсюк Вот с этой картиной мы сталкиваемся И каким образом здесь нам ее решить Так называемую вот эту проблему Обрабатывать мы не можем, лучильник мы не можем запускать Здесь приходит на помощь химия В свое время фирма Август, у них был такой лозунг Когда много полей у нас засевалось сахарной свеклой И было три завода сахарных У них был такой лозунг Умная химия против тупой тяпки Вот тогда переходили с прополки ручной Свекольных полей На применение химического метода борьбы В этом случае мы применяем глифосат, содержащий соединения Ошибка заключается наших сельхозпроизводителей в том В этой технологии, что они начинают ждать Когда появятся ранние яровые сорняки То есть они хотят одной обработкой сразу решить эту проблему Что получается? Они начинают ждать Зимующие сорняки начинают перерастать Эти однолетние ранние злаковые сорняки, ну типа овсюга Еще только начинают сходить И получается результат, когда мы дождались эти, но упустили те То есть получается нам нужно увеличивать дозировку препарата У нас получается увеличение финансовой нагрузки И экологической, и плюс сроки уходят Здесь выход только один Бороться с корни отпрысковыми многолетними сорняками осенью То есть поля, которые мы убираем рано Раннюю культуру убираем Там мы проводим гербицидную обработку минимальными дозами глифосат содержащих соединений Почему? Это всем доказано, и это во всех технологиях применяется Тем, что осенью растения начинают производить запас питательных веществ И отток у них происходит не с корневой системы к точкам роста, как весной А от семян в корневище Наоборот А наша задача именно уничтожить корневище То есть осенью мы спокойно обрабатываем минимальными дозировками глифосат содержащих соединений Тем самым весной мы снимаем эту проблему Корневище у нас уже очень... Да, и весной мы получаем практически чистое поле И спокойно сеем Дожидаясь всхода культуры Всхода сорняков И проводим просто гербицидную обработку, как и в традиционной технологии Но есть поля, которые мы убираем поздно Поздней культуры И там уже глифосат содержащих соединений работают слабо Потому что температура уже близка к минусу То есть движение пластических веществ питательных и вообще сока в растении замедляется Поэтому проникновение именно в корневую систему, в запас Где происходит запас питательных веществ у корнеотпрысковых растений корневищных Он затруднен В этом случае мы должны сделать это весной То есть вот здесь это предпоседная обработка Получается осень-весна Вот такой комплекс работ Что делать? Говорят, ну как я буду это все делать? Ну надо вот осенью не получилось весной опять это ждать Ни в коем случае нельзя ждать Нужно работать глифосатом дробно Появились зимующие сорняки Только начали они прорастать Мы можем зайти в поле Нужно сразу начинать работать по ним Дальше по приближению сева По мере прогревания почвы мы уже смотрим обстановку Какая складывается Если пошли ранние яровые сорняки Значит можем еще маленько отработать То есть минимальными дозировками глифосата Дробно Вот таким образом мы сможем эту проблему решить Почему это необходимо делать? Потому что вот эти все сорняки так называемые Они являются биологическими насосами Потому что что такое биологический насос? Это влага Потребление влаги Потребление питательных веществ И так далее и тому подобное Кроме того Если мы их запускаем А сюда относится и венок полевой И мы их запускаем А потом пытаемся их догнать уже в посевах Могу дальше об этом рассказать То мы получаем эффект так называемой лилопатии То есть это куртины, пятна на полях Где всходы и растения угнетены А местами даже задавлены Именно вот этим лилопатическим свойством Которые выделяют корневые системы Именно этих сорных растений Поэтому чтобы их уничтожить Нужно вот именно вот таким образом Не ждать А именно дробно по частям их И стрелять Те, кто нас слушают Скажут сейчас Вот опять нас разоряют Нас заставляют дробно кормить Дробно бороться с вредителями Как жить вообще? Это разоришься на корню? Дело все в том, что технология Это такой процесс Который выстроен Именно научно обоснован И выстроен по контрольным точкам Которые необходимо строго соблюдать Что такое технология наутил Как и другие Первое, ее составляющая Это севооборот Это везде должно быть Дальше идет Дальше идем у нас Работа с семенным материалом Это должны быть семена Нормальные Подготовленные Высоких репродукций Вот Третий момент Это уже генетика Это гибриды Высокоурожайные Гибриды устойчивые Например, к каким-то там Технологиям Экспресс Технологиям Клеофил На пасаран То есть это уже гибриды Семян Которые устойчивы Именно к определенным Гербицидам Дальше идет уже питание Что такое питание Если мы не можем Обрабатывать почву То есть мы Не запускаем Процесс Окисления Гуминовых веществ почвы То есть не происходит Выделение азота И фосфора Мы не обрабатываем почву Мы не запускаем Процесс Что делать В этом случае Необходимо Внесение Минеральных Сбалансированных Комплексных удобрений То есть Либо при посеве Если это гранулированные Либо в жидком виде Либо кассы То есть Ну тут уже выбор Как бы и техника Позволяет выбрать Вот В этом Вот это питание Дальше идет Листовые подкормки Листовые подкормки То же самое Есть и микроудобрения И хелатные формы Все это В принципе Агроном Консультант Если вы обратитесь В нашу компанию Все это вам расскажет И объяснит Мы зимой проводим И конференции Обучающие И так далее И тому подобное Насколько я понял Вот одно из преимуществ Вашей компании И за что вот Хочется поклониться И сказать Что просто молодцы То что у вас Агрономический потенциал Вашей компании Очень высокий То есть у вас работает Очень много агрономов Со стажем Специалистов Высокого уровня Как я понимаю Это правильно Да В этом плане Очень Сильный у нас Агроотдел У нас постоянно Проходят Тренинги Обучение Спектр Средзащиты растений У нас очень большой У нас около 200 Наверное 40 наименований Препаратов Различных Поэтому и тонкости Очень много Их применения Не все Не все фермера Могут Досконально В этом разобраться Потому что тонкостей Очень много Это зависит от фазы Развития Сорняка От фазы развития Растения От погодных условий И так далее И тому подобное Кроме того Мы Наше предприятие Еще оказывает И услуги По внесению Средзащиты растений То есть если у кого-то Нет опрессивателей Вы можете Выехать со своей техникой Мы можем выехать Со своей техникой Мы можем Внести Обработать Удобрениями Мы можем Обработать Фунгицидами Мы можем Обработать Инсектицидами Мы можем Внести кассы Мы можем Внести Жидкие комплексные Удобрения Мы можем Есть большой Парк техники Протравливателей То есть мы Протравливаем Семена Полевых культур Тоже Оказывать услуги Почему Потому что Например В той же технологии Наутил Очень важным моментом Стала Инсектицидная Обработка Семян Это не только Ячмень Лен Рапс И прочие Мелкосемянные Культуры Я имею в виду Не ячмень Те которые вкусные Так скажем Для Вредителей Ранних Почему Потому что Ранний посев Все это Начинает вырастать Зелененькое Вкусненькое И соответственно Все хотят Ее покушать А рапс Это вообще Крестоцветное Растение Семейства Капуст Ну капуста Грубо скажем Прекрасная Конечно Поэтому Это очень вкусная Вещь И Крестоцветные Бложки Долгоносики Там Все Товарищи Которые Хотят Вкусно Покушать Они будут Там Кроме Того Сейчас Эти препараты Уже Применяются Даже при Протравливании Пшеницы То есть Уже пришли К тому Что и пшеницу Очень сильно Повреждает Хлебная Полосатая Блоха Ранние Всходы Вот То есть Все эти Комплексы Этих мер От Агроконсультирования И до Оказания Услуг Если Человек Не успевает Хотя Многих Есть опрыскиватели Но в зависимости От погоды Многие Не успевают Обрабатывать Свои поля И соответственно Приглашают Нас Следующий Момент Из особенностей Наутила Это когда Есть дефицит Влаги Проблема Основная У нас В нашем В нашем регионе Это Влагообеспеченность Ее Как сказать Сохранить И удержать Когда Влаги нет Или она На пределе Тогда По Наутилу Сеет Сеет Сразу Пока Есть Влага Пытаясь Потом До Всходов Основной Культуры Уничтожить Вегетирующий Сорняк Глифосат Содержащими Соединениями Здесь Опять Есть Определенная Тонкость Когда Такое Происходит Необходимо Четко Смотреть Потому что Мы вроде Ждем Ждем Ну пусть Еще Немножко Ну пусть Еще Чуть Ну пусть Вот там Что-то Еще Взойдет Приезжаем И вдруг Совершенно Неожиданно Видим Что оказывается Культура Это уже Взошла Что делать Глифосатом Уже Работать Нельзя Тогда Мы ждем Фазу Культуры Когда Она до нее Дорастет Когда Можно Будет Работать Но в этот Момент Соответственно Те товарищи Они тоже Растут И они Уже Перерастают И уже Нужно Будет Их догонять Вот эти Догонялки Как бы Дело Такое Как бы Сложное Лучше У них Конечно Не играть Лучше Планомерно Работать Осень Весна Как я Говорил Перед этим И спокойно Заходить На чистые Поля Сейте Спокойно Потом Дождетесь Сорнячка Вегетирующего И спокойненько С ним Поборетесь Посмотрите Кто там К нам Пришел Какой товарищ Что с ним Делать Каким образом Его Так сказать Убрать С поля И все В общем Надо сказать Если вы будете Соблюдать Технологию Если вы будете Правильно С ней работать То вы будете Дело ваше Будет Таким же Вечным Как вот Этот самый Рим Который За вашей Спиной